хорошее, все видно, все слышно. Начинаем наш вебинар, вводный вебинар, давненько у нас их не было. Это азбука Skyway, это, собственно, вебинар начальный, но те, кто только начинает погружаться в наш проект Skyway, потому что действительно глубины Skyway, они неизведаны до конца, и каждый раз те люди, кто развивает уже Skyway давно, погружаются все глубже и глубже. И не перестает удивляться тем технологическим особенностям, тем адресным проектам, которые появляются, которые были, которые снова возвращаются к источникам. И, собственно, вот этот вебинар в первую очередь направлен на тех людей, кто только начинает свой путь Skyway, поэтому давайте, пожалуйста, очень тихо. Раз, раз, а сейчас? Так, вот у меня, наверное, почему-то на ноутбуке. Сейчас хорошо? Так, давайте отрегулируем, а сейчас? Все, замечательно, тогда начнем. Пожалуйста, проголосуйте, дорогие друзья, кто присутствует в первый раз, кто присутствует второй, третий раз, потому что это действительно очень важно для нас, для того, чтобы понимать, сколько действительно новичков у нас сегодня присутствует. Естественно, все ожидают в первую очередь сегодня новостей. Новости действительно будут, и нам есть что рассказать, есть что показать. Так, друзья, давайте проголосуем на опросник. Искренне надеемся, что на вводные вебинары у нас все-таки присутствует некоторое количество новичков, потому что в первую очередь, естественно, мы их до сих пор проводим, и тех людей, кто только присоединяется к проекту Skyway. Но, отталкиваясь от количества, мы будем плавно переходить естественно расширенный технико-экономический вебинар, где расскажем о сегодняшних событиях, о том, что произошло на прошлой неделе, потому что действительно у нас неделя в Skyway считается, наверное, за месяц целой. И те события, которые произошли всего лишь неделю назад, мы иногда, кажется нам, что они произошли несколько недель назад. Так, присутствует один человек, и тогда вебинар построим таким образом, что вкратце расскажем для тех, кто только присоединился основой технологии Skyway, и плавно перейдем уже на наши новости, потому что на самом деле сейчас все сводится к тому, что мы меньше говорим то, что было, но необходимо помнить о том, что было, потому что с этого все начиналось, начиналось все с краудинвестинга, если говорить про начало 2013 года. Также хотелось бы, чтобы все помнили о том, вообще с чего он начинался, Skyway, и начинался он далеко не со струнного транспорта, начинался он с общепланетного транспортного средства, это глобальное инженерное сложное техническое сооружение, основанное на инженерной технической школе Анатолия Эдуардовича Юницкого, и собственно с этого путь Skyway, путь небесных дорог и начался. И от большего к меньшему Анатолий Эдуардович максимально оптимизировал, соответственно, общепланетное транспортное средство, используя существующие законы аэродинамики, физики, сопротивление механики, сопротивление материалов теоретической механики и так далее и тому подобное. И создал действительно уникальный транспорт, который все мы с вами сегодня продвигаем. Кто все мы с вами, это более 500 тысяч людей по всему земному шару, кто просто наблюдает за проектом, кто зарегистрированный, активно развивает проект, зарегистрированный в личном кабинете, имею в виду наши инвестпроводящие системы. И вообще вот то направление, которое задал Анатолий Эдуардович, это очень правильный и корректный вектор на тот момент времени, да и на сегодняшний. Абсолютно понятно, что путь был выбран очень своевременно и действительно это был крайний шаг, который предпринял Анатолий Эдуардович для развития технологии Skyway. Но, дорогие друзья, напоминаем, что началось все в конце 70-х годов и мы на следующих вебинарах, я думаю, через десяток где-то начнем потихоньку возвращаться к истокам и вообще, что происходило в конце 80-х годов, потому что недавно общались с Анатолием Эдуардовичем и на самом деле те мысли, которые на сегодняшний день имеют тренд в области цифровых валют и так далее и тому подобное. Анатолий Эдуардович тогда выражал свои предположения таким образом, каким это должно быть в современном финансовом мире. И мы можем откровенно и честно заявить, что тот человек, который является гениальным ученым, изобретателем, инженером и действительно технарем в лучшем смысле этого слова может создать и финансовую систему и соответственно наша система краудинвестинга была максимально рассчитана и сегодня мы видим и убеждаемся в трудоспособности этой системы и уже неумолимо продвигаемся к нашей общей цели, это начало капитализации и начало реализации адресных проектов, за счет которых собственно и будет происходить ответ на главный вопрос, а когда будут дивиденды, то сколько их будет и собственно вообще вот сколько будет стоить акции в будущем. На этот вопрос точно никто вам не даст сейчас ответа, но даже те факты, что в 2000-х годах заинтересовался технологии Лебедь Александр Иванович, заинтересовался он не просто так, а после общения с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, сейчас заинтересовываются все новые и новые губернаторы и у нас есть уже первопроходцы, вице-губернатор и собственно область, которая является в России первопроходцами, но в 2000-х годах, дорогие друзья, заинтересовался именно Лебедь Александр Иванович и понимая ту актуальность проекта, понимая, что еще на тот момент необходимо было диверсифицировать максимальную экономику и слезать с нефтяной иглы, Лебедь Александр Иванович предпринял направление именно развития стратегии Skyway и совершил первые транши буквально после общения, случайного общения в самолете с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем, когда Сергей Анатольевич, являясь на тот момент достаточно серьезным чиновникам, объяснил Лебедю Александр Ивановичу, каким образом вывести Россию в мировые лидеры и каким образом менее чем за 5 лет достичь увеличения ВВП более чем 3-4 раза. Это действительно возможно и на конференции, которая у нас будет проходить, общероссийская конференция, даты очень скоро мы вам сообщим, как только будет подтверждена бронь зала и буквально сегодня мы общались с коллегами, членами Совета правления Skyway Capital, что как раз таки нужно заложить логику именно общероссийской конференции. И действительно, дорогие друзья, русский прорыв, время пришло. Те, кто только начинал свой путь в Skyway в 2014 году, вспомните, с чего все начиналось. И мы опять же по образу, подобию, по натоптанной дорожке, по алгоритму, заданным Анатолием Эдуардовичем Юницким, то есть от большего к меньшему, мы по спирали также возвращаемся в нашем марафоне развития Skyway к русскому направлению технологии. И благо, что есть высшие чиновники, кто заинтересовался технологией, об этом более подробно мы расскажем вам уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но в 2009 году, а точнее с 2001 по 2009 год функционировал первый технопарк в городе Озеры. И вообще в 2001 году был заложен нулевой километр. Это первый в истории Skyway и в истории на тот момент еще струнных технологий нулевой километр. Чуть попозже, уже в 2014 году, уже в 2015 году мы заложили уже нулевой километр новейшей истории Skyway. И сегодня, соответственно, мы видим интерес высших чиновников к развитию технологии Skyway. Вы это видели все по СМИ, по статьям, которые прошли по Иркутску, по общению, которое было на трансе с вице-мэром Самары, с Челябинской областью, с интересом в Иркутской области, с подачи Skyway Invest Group, одной из инвест-проводящихся тем, которые также сейчас развивает проект Skyway. И, дорогие друзья, у всех есть у нас одна цель. Это цель, чтобы это все реализовалось, чтобы начало действительно капитализироваться. Самое интересное, что буквально с нескольких людей начался краудинвестинг и действительно сетевое построение корпорации. Этот термин сейчас действительно неудивителен и он является часто используемым сегодня нами, потому что это действительно правильная схема выбора развития корпорации Skyway, международной компании Skyway. Именно только с помощью народного финансирования нам удалось оказать финансирование развитию городского пассажирского транспорта, легкого прогулочного транспорта. Причем легкий прогулочный транспорт как стратегия появился менее года назад. С нуля, буквально за три месяца был создан подвижной состав. За три месяца, вдумайтесь, дорогие друзья, какие вообще компании могут похвастаться такими результатами, чтобы действительно машины, побросцы и не какие-то прототипы, рабочие машины сделать за такой короткий промежуток времени. Технологии, которые несут в себе множество ноу-хау и которых просто нет на сегодняшний день на рынке и в мире. То есть мы закладываем зерно транспорта второго уровня, дорогие друзья, и собственно международная группа компаний Skyway и мы вместе с ней, мы это те, кто инвестирует в компании, тот, кто развивает, тот, кто рассказывает о компании буквально каждый день, являемся также первопроходцами. И я могу сказать, что сегодняшние стадии по сравнению с 2014 годом это абсолютно две разные вещи. Их некорректно даже сравнивать. Когда не было научно-производственного конструкторского предприятия, когда только началось его развитие, единственным сотрудником был Анатолий Эдуардович Юницкий, многие сомневались, а сможет ли Анатолий Эдуардович собрать вообще состав и коллектив действительно нужных инженеров, конструкторов, дизайнеров. Да, это произошло. И вначале мы были на одном месте, то есть это была относительно по сравнению с сегодняшней небольшая площадь, сейчас ЗАО «Струнные технологии» занимает четыре этажа, плюс производственная площадка на базе бывшего «Е-мобиля». И те спецы, те действительно талантливейшие люди, которые развивали «Е-мобиль» на тот момент, сейчас присоединились к развитию проекта «Скайвэй». Потому что, дорогие друзья, действительно высшие профессионалы и инженеры, обладающие очень серьезными знаниями в этой области, только лишь могут развивать проект «Скайвэй» и способствовать развитию технологий. Я могу сказать, что инженерное конструкторское бюро было скомпоновано фактически идеально. И, как говорят многие наши конструктора, инженеры, что плотность ума, и это не мои слова, дорогие друзья, плотность ума в нашем научно-производственном конструкторском предприятии действительно зашкаливает. И это не может не радовать, дорогие друзья, потому что действительно на 200 человек, по сравнению, допустим, с тысячами работающих в «Симмонс», работающих в «Кавасаке», в «Хитачи», «Бомбардьер», «Боинг», я могу перечислять название корпорации, но, дорогие друзья, создание действительно революционной прорывной аэродинамики, которую добились на сегодняшний день генеральный директор, генеральный конструктор ЗАО струнной технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. Так, дорогие друзья, на минуточку я прервусь, потому что у нас может отключиться ноутбук. Прошу прощения, буквально на минутку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, дорогие друзья, продолжаем. Ну вот, буквально как бы в полевых условиях, и мы с Сергеем Анатольевичем привыкли сегодня, очень хотели включиться на дневной вебинар, потому что эмоции действительно переполняли, да, это они и сейчас остались. О том, о чем переполняли эмоции, мы обязательно расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну а, собственно, я продолжу вводный технико-экономический вебинар, и плавно он перетечет на расширенный технико-экономический вебинар, где мы даем новости. И да, могу сказать, Алексей Сергеевич, на вводных вебинарах в принципе разными словами говорится одно и то же. Естественно, это не одни и те же слова, это не какие-то шаблоны и так далее. То есть мы, как нормальные люди, не хотели бы повторять по копирке, и все равно это получается так или иначе разные информации, по-разному построенный вебинар, но строится это вокруг основ Skyway. Это естественно. А какие основы Skyway, дорогие друзья? Это аэродинамика. И по сравнению, допустим, с Bugatti Veyron, коэффициент аэродинамического сопротивления 0.43, по сравнению с Mercedes GLS или GLC Coupé взять, коэффициент аэродинамического сопротивления вообще 0.22. Сейчас заявляют, что у них электрокары будет 0.21, даже 0.20. Но это никак не бьется с коэффициентом аэродинамического сопротивления от 0.0.35 до 0.04. То есть это действительно серьезные достижения, которые были достигнуты Анатолию Эдуардовичу Миницким в области аэродинамики. И об этом мир, дорогие друзья, еще услышит. И когда наши подвижные составы поедут, когда они будут продемонстрированы, действительно в действии мир об этом вспомнит, что оказывается у этих подвижных составов абсолютно немыслимый для современных транспортных средств как Центра динамического сопротивления, начнется шквал статей и так далее. Но сейчас мы видим те новости, которые появляются фактически каждый день. Раньше они появлялись каждую неделю. Сейчас день может появиться по две новости. И различные делегации различных стран научно-производственного конструкторского предприятия. Активно сейчас готовится весь состав к демонстрации в движении. И мы с Сергеем Анатольевичем присутствовали на производственной площадке. Действительно там все работают в экстремальных условиях. И самое интересное, так же как действительно за три месяца была подготовлена машина под названием Unibike и Unibus соответственно был подготовлен за чуть больше срок, эти сроки будут соблюдены и для демонстрации в движении. Уже никаких сомнений нет. Но не стоит так же думать, что сразу будет демонстрация сразу 150 км в час поедет. Нет, дорогие друзья. Но Анатолий Эдуардович сказал, что даже если рельс струна не будет наполнена бетоном, например, что-то будет недоделано. И это будет аналог и можно сравнить с какой-то террористической угрозой, когда часть струны была уничтожена. Все равно наши подвижные составы, дорогие друзья, поедут. Если из четырех мотор-колес откажут все, допустим, три мотор-колеса и останется одно мотор-колеса, то есть можно сравнить с двигателями современных самолетов. И это действительно очень-очень редкий случай, когда отказывают большинство двигателей. Но если вдруг такое произойдет, наш подвижной состав будет двигаться и никакой аварии, никаких человеческих жертв не произойдет. И многое-многое другое. Это как раз-таки все можно закрутить вокруг очень важного ноу-хау нашей путевой структуры. То, что это предварительно напряженная, закрепленная на концах анкерных опор конструкция. Это не разрезная конструкция, это статически неопределимая конструкция. Можно разные технические термины говорить, но стоит понять одно, что это абсолютно ровная, гладкая, идеальная действительно ровная, гладкая поверхность. И основное, что вы будете чувствовать, вы не будете чувствовать никаких толчков, деформаций, эффекта рельсы, шпалы. Как вот недавно мы в командировку ездили с Сергеем Анатольевичем. Я давно не ездил на поезде и могу сказать, что вспомнил это ощущение. Как говорит Анатолий Эдуардович, максимум, что вы почувствуете, ну примерно как вы встаете с дивана или сидите в диване и смотрите вашу любимую телепередачу, либо фильм. То есть это будет абсолютно комфортное перемещение. Но, дорогие друзья, хотелось бы перейти к главному, перед самым главным. Это новости, это по этапам строительства. Сейчас мы уже не показываем то, что было в начале, хотя это очень и очень важно. Это действительно начало нашего пути. 26 июня был заключен договор об аренде земли в Мариной горке. И с этого началось строительство. Сейчас я могу сказать, что фактически чуть больше года. Вот в сентябре это, можно сказать, был год, как идет строительство. И опять же это скорость. Опять же это темп. Опять же это соблюдение сроков. И давайте посмотрим на минуточку, что происходит сейчас. То есть это действительно абсолютное соблюдение сроков. И это говорит о том, что инженера действительно справляются со своими задачами. И действительно у нас великий полководец технической школы, которая имеет название этого замечательного человека. Школа Анатолия Эдуардовича Юницкого. Инженерная техническая школа. И мы в соответствии со сроками двигаемся к нашей на сегодняшний день главной цели. Это демонстрация в движении. Уже кажется неотдалимо долгим срок демонстрации в неподвижном состоянии. На инотрансе. Потом на выставке в Республике Беларусь. Также после демонстрации в движении будет выставка в Москве, но уже без подвижных составов, образцов подвижных составов. Так как они уже будут двигаться и ездить на экотехнопарки. И фактически каждый день после 29 ноября какая-то делегация либо из губернаторов, как российских, так и зарубежных представителей властей различных венчурных фондов будут посещать и экотехнопарк, и научно-производственное конструкторское предприятие, чтобы увидеть действительно в рабочем действии ту технологию, о которой, собственно, подводили, естественно, к демонстрации в движении. Потому что даже вот то строительство, те картинки, те видео и те действия, те новости, которые вы видите, это не имело бы никакого смысла, если бы при демонстрации в движении вдруг произошли бы какие-то непредвиденные ситуации. Дорогие друзья, осталось совершенно немного времени ожидать, и это, естественно, будет транслироваться, будут ноу-хау, когда наши подвижные составы поедут впервые в мире. И я не успел подготовить, если сумеют найти, на расширенный технико-экономический вебинар уже приведу сравнение, либо скажу несколько слов с нашими конкурентами, не конкурентами, не важно. Но есть компания такая, как Hyperloop. Я могу сказать, что вот 1 ноября декларировали еще один подвижной состав, Waterloop, демонстрацию в движении, опять поехала какая-то тележка. И студенты что-то продемонстрировали, естественно, из этого раздули пиар. Мы не раздуваем никакого пиара, а нас очень мало пишут в иностранных изданиях, то есть N-Gadget, которые сразу дублируют такие популярные издания, как Hightech и другие русские издания. И, собственно, абсолютно об этом не волнуемся. Панас написала неизвестное, казалось бы, издание технофилии, но что для нас важно, это инструмент для наших иностранных коллег. И самое главное, то, что мы декларировали, мы действительно делаем. Я обязательно сброшу вам, дорогие друзья, ссылочку на обновленную презентацию по строительству. И обновлена она по 20 октября. Стоит понимать, что сейчас уже привезены фермы городской пассажирской и высокоскоростной трассы. Фактически уже, я не знаю, если честно, потому что это видео недоступно в сети, и я не был на экотехнопарке во время своей прошлой поездки в Минскую область. Но могу сказать, что легкая путевая структура, элементы легкой путевой структуры для демонстрации городского пассажирского транспорта и для демонстрации наших юнибайков, легкого прогулочного транспорта, все сварено и все готово уже к монтажу. Возможно, монтируется. Но, естественно, никто не будет показывать те элементы ноу-хау, которые стоят наших инвестиций, стоят наших вложений, потому что это уже объект посягательства и интереса наших конкурентов, наших оппонентов и других технологий, которые продвигают высокоскоростные трассы, высокоскоростные поезда и так далее и тому подобное. То есть к сравнению с этими технологиями мы вернемся уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, когда будем упоминать обсуждения с высшими властями Челябинской области. И обязательно, обязательно в будущем будем рассматривать, сравнивать, потому что так или иначе будет, скорее всего, бизнес-аналитиками ЗАО «Струнные технологии» и отделом адресных проектов проведено сравнение. И что-то мне подсказывает, дорогие друзья, не просто подсказывает, я абсолютно уверен, что наши преимущества будут неоспоримыми. Ну и на расширенном технико-экономическом вебинаре на прошлом мы не раз упоминали те замечательные инженерные решения. Действительно, инженерный, практически красивый минимализм. Это то, что предлагает в виде решения Анатолий Эдуардович. Вы видите эти две опоры. Это высотные промежуточные опоры легкой путевой структуры. И даже на картинке Экотехнопарка это визуализировалось не так. Но посмотрите, насколько действительно гениально, виртуозно было произведено решение именно уже трассы с провисом, легкой прогулочной трассы. И, возможно, также испытать и обязательно будет испытан и городской пассажирский транспорт. Потому что путевая структура абсолютно универсальна как под городской пассажирский транспорт, так и под легкий прогулочный транспорт. Ну а сейчас, дорогие друзья, я расскажу тому человеку, который, собственно, уже более 16 лет. Я сегодня нахожусь в гостях у Сергея Анатольевича. Этот замечательный человек развивает более 16 лет технологию Skyway. Не останавливается ни перед чем. И девиз «Строй Skyway, спасай планету» еще до его рождения в голове у Сергея Анатольевича уже фактически каждый день в течение 16 лет. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо. 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 Друзья, извиняюсь за задержку. Просто мы сегодня с Алексеем из одного рабочего места, ну каждый со своего компьютера. Алексей, звук тут надо убрать. Алексей, как у тебя звук убирается? Да, друзья, тут действительно вот сейчас с Алексеем говорили сегодня перед вебинаром. С таким темпом и со всем, как сейчас идет развитие и как идут события, то даже не верится самим, что еще неделю назад мы дневной вебинар делали из комнаты отдыха Юницкого, потом снимали очень важный такой именно в подготовке к 29 числу очень такой серьезный ролик, который мы тоже о нем расскажем, покажем, на расширенном, коснемся, когда мы целую тему, которую новую сейчас двинули, которая просто крайне востребована сегодня в решении. И, друзья, я вот просто, я, конечно, понимаю, что для новичков, которые читают там, что вот птевая структура, еще там вот не видно то, не видно то, друзья, то есть те сроки, которые сегодня произносятся, вот Алексей говорил, что год назад только начали монтировать, и сегодня уже, вот вопрос, это уже, друзья, просто, я говорю, настолько живем в этом проекте, что мы просто сейчас сами этого не замечаем. Мы не замечаем того, что произносят такие цифры, что анкерная опора, которая держит основные напряжения легкой трассы, одна смонтирована за час, вторая смонтирована за 20 минут, чтобы было понятно, это основной элемент. То, что концепция возникновения именно самой путевой структуры, которая дает пролеты 200, 400 и 200 метров, то есть это фактически вантовый мост, по которому передвигается подвижной состав, который может давать 300 тысяч пассажиров в сутки, это, друзья, тоже уже ни у кого не вызывает сегодня сомнений, не то что сомнений, а даже вопросов, но и там цифры, которые произносят Юницкий о том, что перевалочный, то есть станция пересадки, это 50 миллионов пассажиров в год, а она размерами всего 12 на 18 метров. Соответственно, это тоже для нас уже такой, мы столько раз произносим эти цифры, для большинства они ни о чем не говорят, специалисты, они просто в это не верят, потому что это с точки зрения сегодняшней логистики невозможно. Но это, друзья, действительно сейчас очень важный момент, когда мы от декларации возможности технологии переходим к ее демонстрации. Теперь каждый месяц, каждые полгода, каждый год будут возникать новые варианты, будут возникать новые технические решения, будут возникать новые задачи и решения этих задач. Для этого Эко-технопарк сейчас и запускается, для этого он работает. И сейчас, друзья, вот это решение, вот казалось бы, очень простое, что торчит два столба, и вот мне тут один зазвонит и говорит, что вы вокруг этих двух столбов, друзья, тут прыгаете, и что здесь, в общем-то, такого сложного? Да нет, как раз вот в том-то и прелесть, что здесь ничего сложного. А то, что путевая структура, которая будет обеспечивать 400 метров одним пролетом, для специалистов как раз это, друзья, вызывает шок. И мы видели реакцию, допустим, там, специалистов уровня, там, вице-президента Сименса, когда он просто, ему сказали, что мы будем в ноябре демонстрировать путевую структуру с пролетами 200, 400 и 200 метров. При этом без удорожания, то есть в одну сторону будет проходить с пролетами 50 метров, а обратно возвращаться 200, 400, 200. Соответственно, это был реально шок, потому что сегодня без вантовой конструкции для машины, которая весит, ну, там, несколько тонн, этого сделать невозможно. А когда Виктор еще сказал, что на следующий год мы покажем 800 метров, а к концу года полтора километра, вообще теоретически возможно одним пролетом, 3 километра, вот это, друзья, уже вызывает полное непонимание с точки зрения специалистов, каким образом это может быть. И это как раз демонстрация тех возможностей, тех преимуществ, конкурентных преимуществ SkyWay, которые сегодня не может предложить ни одна другая технология. И вот фермы, которые сегодня для скоростной системы, то есть для пересадочных узел и стоят промежуточные опоры, здесь тоже, друзья, несколько было изменения именно в приоритетах, потому что вначале и строилась, и делалась ферма, вот, которая является и разгонным участком для скоростной и для городской, а снизу будут находиться именно наши юнибусы и юнибайки. И то, что Юницкий в течение практически трех месяцев спроектировал еще одну структуру и параллельно с этим запустил еще одну путевую структуру, которая наиболее демонстрирует преимущество, и это, друзья, называть, что это медленно или еще что-то, но я думаю, что это просто... Люди всегда будут находиться в том состоянии, что вот сейчас она поедет сначала 10-20 километров, все говорят, ну, что это такое, когда она поедет 100, вот, когда она поедет 100, говорят, ну, вот, когда она поедет 200, и этот процесс, друзья, для наших скептиков или для наших оппонентов он будет всегда. То есть это абсолютно спокойное решение, это абсолютно спокойное. Вот поэтому сейчас мы именно всеми силами готовимся, то есть мы с Алексеем всю прошлую среду были, пока снимали определенные репортажи на заводе, вот, до самого позднего, наверное, часов до 12 мы снимали репортажи, и как раз само нахождение на заводе, где с одной стороны стоит Юнибус, именно городская общественная система, с другой Юнибайк, который дает целый новый концепт развития транспортного, то есть, конечно, вот само по себе, и с учетом, что было темно, это некие такие футуристические представления, и мы очень здорово даже с точки зрения практикующей футурологии начали дальше описывать, показывать, что и как дальше будет проходить, и как это дальше будет развиваться. Конечно, ни с чем не передаваемые ощущения. Потом после этого мы еще проводили презентацию, Алексей Челябинский, я в Испании, на Пальме-де-Майорке для крупных инвесторов, тоже очень интересные, большие результаты. Сегодня мы уже здесь собрались в Москве, то есть, и сейчас вот это ощущение, что было неделю назад, просто уже не можем, так сказать, это вспомнить, как единственное правило, которое мы ведем, вот, кстати, тут тоже задают вопрос, и я тоже сразу отвечаю на этот вопрос, что вот на вебинар, а будет ли что-то новое, будет ли что-то, так сказать, это... Друзья, мы специально разделили вебинар для новичков на 19 часов, для тех, кто входит в проект SkyWay, для тех, кто уже подсоединяется на 20 часов. И мы с Алексеем не просто попугаи, которые рассказывают одно и то же, вот, мы оттачиваем логику, мы оттачиваем доведение материалов, и мы зовем сюда и тех, кто приходит к новичку, и тех, кто доносит информацию для новичков, это тоже очень важно ориентироваться. Поэтому, друзья, тут я и Андрей смотрю, там, Людмила, вы бы сразу правильно написали, что, друзья, это для новичков, и здесь нельзя не говорить одно и то же. Как бы нравилось это, не нравилось, хотелось, не хотелось, это, друзья, я вам могу сказать. Можете поверить на слово, что проводить вот эти вот вебинары для новичков, это очень и очень такая кропотливая повседневная работа, которая иногда надоедает, когда хочется говорить только о новых новостях, только сенсации, только показывать это. Но, друзья, это очень серьезно дисциплинирует, это очень серьезно оттачивает механизм, потому что просто уровень доведения информации, я могу сказать, как вот у нас с Алексеем изменился даже за этот год, мы сами это видим, сами осознаем, поэтому мы и новичкам говорим, что, друзья, осваивайте, смотрите информацию. Ну и для тех, кто как раз тоже работает уже с точки зрения профессионального привлечения, то есть рассказывают, тоже рекомендуем эти вебинары смотреть, потому что они всегда дают, несмотря на то, что одно и то же, они всегда дают что-то новое, и они оттачивают, скажем так, именно профессионалин с точки зрения доведения информации. Тут я как с Алексеем, он тут уже проводил 8 вебинаров в день, я говорю, что в принципе тяжело, наверное, пока проводить первые тысячи вебинаров, как только проведешь первые тысячи, дальше будет все легко, и все будет замечательно. Поэтому, естественно, что мы хотели отказываться от этой логики, но пока сохраним все так и есть, потому что это правильный подход. И, соответственно, второй очень важный момент, что где бы мы ни находились, мы всегда вебинары проводить будем. Единственное, что извиняемся за определенные сбои, вот как прошлая среда вечер, просто когда там были на заводе и нельзя было, там не было возможности выйти в интернет, мы работали непосредственно уже в цеху и участвовали в процессе там в том числе и начало испытаний. Вот, соответственно, сегодня тоже по независимой от нас причины, мы, в принципе, попытались в 12 и в 13 часов выйти, но интернет, где мы находились, он просто не потянул в вебинарную комнату, поэтому мы, друзья, извинились, и вечером, видите, у нас сегодня все по расписанию, все идет как есть, значит, соответственно, все развивается и все делается. Поэтому для тех, кто там говорит, что одно и то же, ну, во-первых, сами по себе вебинары заключаются в таком построении информации, что основной объем, он все равно на 70% одно и то же. Тем не менее, мы постоянно вводим новые события, тем более, вот как Алексей сейчас показывал, и ретроспективы, и те события, которые сейчас происходят, они просто не позволяют сегодня проводить о том, что говорить о том, что это все одно и то же, и что нет никаких изменений. Просто сами по себе события, которые происходят, они несут настолько огромный объем информации, что ее просто сейчас уже невозможно не замечать. Тем более, что, я говорю, все эти события уже пошли, и на сегодняшний момент процесс развития, он, ну, я могу сказать, друзья, что находясь постоянно практически сейчас три недели, это в презентациях, в разъездах, в конференциях, и вот еще раз, те, кто не знал, или вот сейчас я по... Значит, тоже по тем событиям, друзья, которые происходили вот за вот эту неделю, или там за 10 дней, когда мы провели сначала очень большую европейскую конференцию в Юрмале, там, наверное, кто следит, смотрели перископ, и записи, которые есть. Потом мы в Дубинске провели совет директоров, отчитались и показали, отработали именно с конструкторским бюро, и лично с Юницким наметили планы на будущее. Потом вот эти вот съемки, которые у нас происходили, потом презентация. В Испании это, друзья, вот только за одну неделю, которые сейчас идут. Алексей, вот он прилетел в Челябинск, из Челябинска сегодня на подписание очень важного соглашения. Вот завтра мы с ним работаем здесь, послезавтра он вылетает уже для встречи с немецкими... Словацкими. Да? Словацкими. Ой, извините, я уже начинаю путать, со словацкими. Он вылетает в Братиславу для проведения вот нашей европейской уже конференции, для наших лидеров, которые в основном сейчас делают очень большие и объемы, и работу. Вот, а я причем поднимание, потому что через неделю мы вместе с ним летим уже в Ганновер для презентации Германии. Это, друзья, сейчас вопрос, это не то, что я вам рассказываю, что мне делать нечего, или мы с ним такие скай-туристы. Нет, друзья, это очень серьезные объемы, это очень серьезная работа с инвестором, это то, что сегодня двигает проект. И также в таком темпе работают сегодня основные наши лидеры, основные работают структуры, кто сегодня и привлекает новых инвесторов. И здесь я могу сказать, что мы перешли уже рубеж 100 стран, участвующих в проекте. То есть на последний момент, когда Женя Кудряшов говорил Юнецкому, где-то 105 стран. Это было на прошлый понедельник. То есть 105 стран, когда это участников проекта в Skyway. Соответственно, как мы говорили уже, объем зарегистрированных инвесторов, не инвесторов еще, а тех, кто зарегистрировал в проекте, он давно уже перешагнул. 500 тысяч мы тут не подводили, но по тому анализу, который сегодня идет, это уже приближается где-то 700-800 тысяч. И это более 100 тысяч активных инвесторов, которые непосредственно участвуют в проектах. И сегодня еще одна такая очень важная тенденция, которую мы сегодня видим и на себе ощущаем, это очень большой объем и интерес к проекту, который сегодня идет со стороны уже Восточной Европы, Западной Европы. Вот сейчас немцы, я говорю, очень стали. Другие страны подсоединяются все активнее и активнее. Это говорит о том, что проект становится для них более понятным, проект становится более обозримым и все больше и больше инвесторов. Естественно, что большинство это и русскоговорящие, либо кто давно уехал уже, либо кто изучал когда-то русский язык. Но тем не менее, сейчас уже те презентации, которые делает Виктор Бабурин там на английском языке, Алексей там английский, французский, еще у нас очень много сегодня лидеров, которые на нескольких языках ведут этот проект становится абсолютно понятным. И мы как раз сейчас можем констатировать, что объем инвестиций, который сегодня идет, ну скажем так, с западного рынка, от западных инвесторов, он стремительно увеличивается. И ни в коем случае здесь нельзя умалять заслугу тех, кто именно наших русских инвесторов, те, кто основной объем давал сначала 100%, потом 90%, и самое сложное время, когда надо было создать доказательную базу, чтобы от декларации перейти к демонстрации, это, конечно, заслуга, друзья, основных, кто пришел и в 2014, и в 2015, и в начале 2016 года, и сейчас продолжает приходить. Просто сейчас, друзья, уже, конечно, другое время. Конечно, сейчас другая стадия. Она ни в коем случае, друзья, не говорит о том, что венчурность проекта закончилась, что сняты все риски, и что завтра все будет замечательно. Нет, друзья, рисков существует очень много. От технологических рисков, хотя и Юницкий как инженер, и высокопрофессиональная команда, они снимают эти все вопросы, и шаг за шагом показывают и реализуют технические аспекты проекта. Хотя я могу сказать, что мы наблюдаем это, видим технических проблем очень много, потому что это сложнейшая система, она не может идти без проблем. Это все новое. Очень много вопросов, которые надо чисто техническим экспериментом проверять и выявлять наиболее оптимальные решения. Это тоже, друзья, это наука то, что сейчас делается. И сейчас технология, которая очень быстро из концепции переходит в чертежи и уже от науки переходит в использование, это тоже, друзья, сроки, которые сегодня просто потрясают. И на сегодняшний момент уже четко можно сказать, что технология, она оформилась, что технологии продемонстрированы будут именно в те сроки, о которых она заявлялась. И пускай нас кто-то пытается обвинить в том, что говорили в октябре, а теперь в ноябре, и что в ноябре это прям 29 числа, что вот мы специально сделали, чтобы в последний срок ноября, могу сказать, друзья, график, с которым сейчас работает производство, с которым сейчас работает конструкторское бюро, подрядчики на экотехнопарке, они настолько все сжаты и спрессованы, что других сроков просто быть не может. Просто быть не может. И там по минутам все расписано, испытания узлов, монтаж узлов, потом испытания машин, потом испытания путевой структуры. И здесь, друзья, вот тоже, почему вы там не поставите веб-камеры, и почему вы не показываете то, что там происходит. Ну, во-первых, друзья, это не реалити-шоу для того, чтобы показать. Это технологически сложный процесс. И там есть, во-первых, очень много сложной технической работы, опасной работы. Ее нельзя показывать, потому что ее надо сначала выполнить, а потом провести испытания. Там есть ряд, соответственно, ноу-хау, которых тоже можно только в законченном виде показать, а нельзя именно узлы и элементы. Это тоже, друзья, все работа, высокотехнологическая работа, и мы не можем делать. Ну, и с другой стороны, еще и сама новизна. Ведь многое, что сейчас делается, оно делается в первый раз. И это не значит, что инженер Юницкий не знает, что делать. Просто есть определенные вещи, которые можно только опытным путем определить оптимальность. Оптимальность того, какое решение принять. Поэтому приходится сразу из очень многих колес вещей проверять экспериментально определенные вещи и учить конструкторов, учить инженеров. Потом изготавливать оснастку. Это же тоже, друзья, все идет параллельно. И только после этого уже приступать к монтажу. Ну и потом, друзья, вы не забывайте, что там ведется четыре направления одновременно. Четыре. Это и монтаж ферм уже высокоскоростной, который является разгонным этапом для скоростной и городской трассы. Это и, как мы уже говорили, прогулочный легкий транспорт. Но легкий настолько, что это полный аналог метро. И плюс еще это контейнерные перевозки, которые могут возить до 50 миллионов грузов в год только по одной этой легкой трассе. А это, друзья, половина транссиба. И это все идет сейчас, друзья, и изготовление, и проектирование, и испытание все одновременно. Вот все это идет на этой площадке. Поэтому сказать, что сейчас идет изготовление, монтаж высокоскоростного поезда, причем мы сегодня обсуждали с руководством Челябинской области, когда они говорят, мы рассматриваем варианты, какие заказывать, какие делать, какие смотреть. Друзья, речь идет о скоростях максимум 200-250 км в час. А декларируемая скорость, которая будет на высокоскоростном участке, это 500. Друзья, это просто вещи, которые нельзя сравнивать. И как вы можете представить, что это одновременно и испытательный полигон Симонса, который сегодня дает скорости не больше 300 км в час. Это и испытательный полигон железной дороги, который сегодня возит 100 миллионов тонн, а сейчас монтируется путевая структура, которая будет возить 200 миллионов тонн. И так далее, и так далее, и так далее. Это как раз, друзья, для новичков и для тех, кто... В процессе, чтобы вы понимали, соответственно, и то, что происходит, и ценность того, что происходит на наших глазах. И, соответственно, друзья, вот сейчас, видите, не зря стоит эта картинка. То есть, как вы себе представляете, когда готовятся испытания скоростной железной дороги, и кругом зеленая трава, кругом тысячи деревьев, кругом нет ни ям, ни котлован, ни рытвин, так сказать. Потому что вы представьте, что такое сегодня строительство скоростной железной дороги с насыпями, с подушкой из щебеночно-песочной, с шпалами и так далее, и так далее. Вы представляете, во что бы превратилось в наш эко-технопарк, если бы сейчас там традиционным образом мы строили просто даже скоростную или железную, или автомобильную дорогу. А здесь даже сам факт строительства показывает о том, что это делается в экологических условиях, что мы не портим природу, а наоборот восстанавливаем. Мы взяли танковый полигон, и то, что сегодня этот танковый полигон... Так, чуть уменьшить громкость, трещит. Так, Андрей, это мне, да? Сейчас, 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 сейчас. Так... Так, кто верит, кто не верит, того никакие доказательства не убедят. Но здесь как раз, друзья, знаете, вот сейчас единственный аргумент, который мы сейчас применяем, и который вам надо как бы сказать, что, друзья, подождите. Не верите, то есть ни в коем случае, потому что мы-то покажем, потому что всей своей предыдущей истории мы показывали, что все, что декларируется, все делается. И поэтому, если вам нет кирпеж, и вы считаете, что через, за 4 недели вы так ничего и не увидите, ну, подождите 4 недели, все. Соответственно, пройдет дело. То есть, и, соответственно, так, как идут испытания на заводе, мы не спим уже целый день. Все, друзья, все идет по плану, вы поверьте, что испытываются узлы, монтируются узлы, все-все-все делается. Все идет в графике, все идет по плану. Вот, поэтому, я говорю, это сложнейшая работа, потому что именно такой схемы мотор-колесо и несущая конструкция по рельсу еще никогда никем не применялась. Вот, это она абсолютно уникальна. И как раз вот этот сам принцип, который заложил инженер Юницкий, он и является основополагающим всей системы именно подвесного транспорта. На весной, то есть, который будет стоять на рельсах, это все-таки больше уже рельсовый автомобиль, у него несколько другая логика. Он несколько, ну, я бы даже не сказал проще, это совсем другая отработанная схема. А вот то, что подвесное, то, что висит под рельсом, это, конечно, абсолютно уникальная вещь. И это идет все. Вот, тут, слава Богу, можно... Да, друзья, не переживайте, конечно. Вот, при этом, я сам так говорю, что все нормально, все не переживайте. Это не значит, что нет проблем, друзья. Ну, вы понимаете, что в инженерной работе, тем более инновационной инженерной работе, там не может без проблем. Начиная от человеческого фактора, когда ошибаются конструктора, когда ошибаются подрядчики, когда изготавливают не по тем чертежам или с изменением. Всем же кажется, что они умеют, и когда Юницкий им говорит, надо делать так, они говорят, а мы... Начинают вносить какие-то изменения в конструкцию, и это тоже, друзья, к сожалению, бывает и делает. Но это все, это все жизнь, и это все, и заключается как раз инновационная работа, инновационная деятельность, и как раз это то, что определит успех, в конце концов, инновационной технологии Skyway. Потому что то, что сейчас увидят, никто никогда даже не мог себе представить. Не то, что конструировать, друзья, это будет абсолютно новая, абсолютно новая инновация, абсолютно новое направление, которое никто в этом направлении даже не думал. Другое дело, что, друзья, сейчас очень быстро будет наступать то время, когда все будут понимать, но это понятно. Это и так все ясно, побежали, делаем. Поэтому, друзья, мы очень усилили, видите, то есть это все-таки такая переходная часть, так как сейчас все-таки и не только новички. Это переход к нашей второй части нашего вебинара, который именно связан с развитием, с анализом определенных вещей именно по развитию проектов. Мы тоже всегда это говорим. Тем более, что эта работа делается уже, друзья, поверьте, не понаслышке, потому что мы уже целыми днями находимся в командировках, в встречах с инвесторами. И это то, что сейчас уже начинает переходить все на новый и на новый этап ведения проекта. Поэтому, друзья, как обычно, мы заканчиваем вводную часть словами, что для тех, кто получил исчерпывающую информацию и вас проект больше не интересует, мы, друзья, с вами прощаемся. В любом случае вы будете либо участниками проекта SkyWay, хотя бы просто как пользователь через какое-то время, когда он развивется, либо будет достаточно информации для того, чтобы участвовать дальше в этом проекте. Ну а для всех остальных, друзья, это тоже уже такая очень выверенная и очень важная фраза, что, друзья, за последние 15-20 лет мир изменился до неузнаваемости. Он изменился радикально, изменился благодаря пятому технологическому укладу, изменился благодаря технологии IT, интернета. Так вот, надо сейчас привыкнуть к мысли, что за ближайшие 10-15 лет мир изменится еще более радикально, еще более радикально. Трудно сейчас представить, как это будет выглядеть, друзья, так же, как трудно было представить в начале 90-х, что такое Skype, смартфон, Viber, GPS, ну еще могу назвать кучу-кучу терминов, которые в начале 90-х мы даже не предполагали о их существовании, более что они могут делать. Сегодня это наша повседневная жизнь, мы живем в этой повседневной жизни, мы уже привыкаем к электронным кошелькам, мы привыкаем к карточкам, мы сейчас очень быстро будем привыкать к тому, что будут выходить наличные деньги, выходить только электронные деньги, мы будем привыкать еще к системе вхождения блокчейна вообще в нашу жизнь и так далее. Это все, друзья, то, что проектировалось, создавалось еще много-много лет назад, а сегодня это уже та реальность, к которой мы подошли. Поэтому, друзья, на этом у нас небольшой перерыв, как всегда между первой и второй частью, за это время обычно мы показываем наиболее такие интересные ролики, с которых начинаем следующую часть, ну а дальше, друзья, традиционно наш технико-экономический вебинар, который уже идет для тех, кто в проекте. Ну а для новичков их было сегодня не так много, вот это, кстати, тоже, друзья, не совсем правильно, вот, что мы рекомендуем все-таки приглашать и делать, потому что эта работа все-таки делается для вас. Эта работа, которую мы с Алексеем делаем, она рассчитана на то, чтобы помочь доводить информацию, ну а мы с вами будем продолжать дальше работать. Вот у нас с вами еще сегодня традиционный день среда для технико-экономического вебинара по технологии Skyway. Так, фары будут. Все, друзья, небольшой перерыв. Спасибо. Спасибо.